Друзья, всем привет! Прошло почти две недели с момента выхода видеоролика, где я рассказывал, что могут потенциально добавить в HyperOS 2.0. И вот на сегодняшний день куда больше стало известной информации, куда больше появилось сливов и о которых я вам расскажу в этом видеоролике. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Первое, о чем хотелось бы упомянуть, это о том, что появляется обновленная полоска жестов. Она станет выше, толще и длиннее. Как вы видите на скриншоте, по сравнению с тем, что было в HyperOS 1.0, та, которая у нас белым фоном выделяется, она действительно стала больше. Опять же, как это отобразится на работе жестов и как вообще в принципе разработчики это все дело оптимизируют, пока что неизвестно. Но если уже как бы самой полоской начинаются какие-то телодвижения, это наталкивает на мысль на то, что разработчики могут конечно же поработать и над оптимизацией жестов. Потому что они не всегда корректно могут работать, в них есть определенные проблемы и все же на HyperOS 2.0 мы возлагаем надежды, что разработчики это исправят. Следующая история, которая также официально проявилась, это постер, который разработчики опубликовали. Он касается улучшения раздела специальных возможностей. Опять же, что там разработчики хотят улучшить, возможно что-то добавить, пока что остается под грифом секретно. Но я думаю, что там наверное оптимизируют какие-то разделы, оптимизируют в принципе те функции, которые там находятся. И возможно добавят что-то новое. Но как говорится, поживем и увидим. Следующее немаловажное, это обновление анимации. Первое, о чем хотел бы упомянуть, так это то, что обновляется анимация после разблокировки смартфона и перехода на рабочий стол. Вы можете заметить вот в такой медленной вариации всю эту анимацию. Но если допустим потом будем рассматривать именно в нормальном виде там 60 кадров, там 90 кадров, то анимация конечно будет гораздо отличаться от того, что есть на сегодняшний день. И все же меня питают некие надежды, что разработчики наконец-то исправят анимации в HyperOS. Что же касается еще одного вида анимации, это переход с рабочего стола на ленту виджетов. Или же AppValient. Он также и претерпел некоторых изменений стола, куда плавно все это отображаться. Ну и действительно глазу приятнее смотреть на то, как оно теперь выпадает. А не то, что это все было раньше. Опять же, пока что все эти изменения конечно же будут характерны только для китайской прошивки. Что же разработчики сделают в глобальной прошивке пока что непонятно. Но я также питаю надеждой, что особой пропасти между двумя этими колоссальными прошивками китайской и глобальной у нас в этом году не случится. Далее у нас еще всплывает интересный скриншот, на котором показано как бы то то, что прошивка пришла HyperOS 2.0 к какому-то из тестеров. Но вся информация была размыта и ничего там особого мы такого даже и понять не можем. С одной стороны там вы видите как бы то такие оранжевый квадратик, что может указывать на то, что возможно это HyperOS 1.1 пришла и просто там как бы поменяли цифры. Но все же в сети активно данная тема муссируется и потому я вам также об этом рассказываю. Самое наверное хайповое и почему я это оставил напоследок, так это то, что возможно нам поменяют центр управления. На скриншоте вы видите, что можно менять местами или же там удалять из шторки там всевозможные быстрые настройки. Кто-то сказал, что это какой-то модуль был выпущен, кто-то говорит наоборот, что разработчики очень активно взяли за именно рабочую идею данный модуль и в принципе саму реализацию данной штуки. И возможно они рассматривают вариант того, чтобы действительно добавить это в HyperOS 2.0. Опять же, насколько это будет правда пока что непонятно и лишь только мы сможем это узнать после выхода первых беток на смартфоны Xiaomi. И самое последнее, о чем я чуть не забыл упомянуть, так это то, что в новой прошивке появляются обновленные виджеты, в частности виджеты погоды. Они там как-то полностью изменяются, там новые виды добавляются и плюс еще если виджеты часов мы рассматриваем, мы там еще можем изменять цвета. Да, кстати, очень интересно, интересная кастомизация появляется, которой до этого еще не было. В любом случае, как вы видите, что действительно у нас больше информации стало, а это означает, что скорый выход HyperOS 2.0 уже не за горами. Потому запасаемся терпением и ожидаем того, что нам разработчики презентуют. Ну а чтобы быть в курсе всегда самой свежей и актуальной информации по Xiaomi и HyperOS, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании и конечно же на ютуб-канал. А также поставьте колокольчик, чтобы вам бесперебойно приходили уведомления о новых видео на канале. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.